Субтитры предоставил DimaTorzok Вчера председатель правления акционерного общества «Астана-Экспо-2017» Ахмеджан Есимов и Аким Алматинской области Амандык Баталов встретились в индустриально-логистическом центре Дамуэльского района и подписали меморандум о сотрудничестве. Товаропроизводители Алматинской области предложили крупнейшей стройке Казахстана, широкий ассортимент продукций и новинки строительного рынка. Сразу 24 предприятия региона приняли участие в специально организованной выставке в индустриально-логистическом центре Дамуэльского района. Когда мы выйдем на проектную мощность, у нас будет создано более 500 рабочих мест. Новинками в промышленном производстве ЖТСУ заинтересовался заказчик в лице национальной компании «Астана-Экспо-2017». Ахмеджан Есимов внимательно изучал качество продукции предприятий области. В числе тех, кто изъявил желание принять участие в самой грандиозной выставке, были и национальные парки, и туроператоры региона. Очень серьезные условия там поставлены. И сегодня идет, между прочим, борьба между туроператорами, чтобы эти меморандумы подписывать. Поэтому мы ждем примерно 325 тысяч туристов, чисто туристов, посетителей, которые приедут из своего собственного кармана заплатить за турмаршруты и так далее. В общем, за три месяца проведение «Экспо» в 2017 году. Наступает настоящий кризис, более сильный, чем в 2007-2009 годах. Об этом предупреждал население страны, глава государства. В связи с этим очень важно сохранить и создать новые рабочие места. Именно поэтому мы должны заключить договоры. Отметил свои речи перед предпринимателями области, председатель правления национальной компании. «Экспо дает возможность развитию инфраструктуры в целом по стране, а в некоторых регионах, я думаю, очень хорошая будет динамика. Ну и развитию туризма. Туризм – отрасль, которая, несмотря на все кризисы, прошедшие кризисы, дает устойчивый темпы роста. 4% роста, каждое 11-е рабочее место создано именно в сфере туризма. А в Алматинской области, как нигде, самые благоприятные условия для развития туризма». «Для нас важно, чтобы казахстанское содержание было как можно больше, поскольку казахстанское содержание – это не только обеспечение работы своих людей, но и вместе с тем, по ценовому предложению, они дешевле, чем тот же границ ввести из-за рубежа». «А у Алматинской области огромный потенциал, поэтому мы рады принять участие в таком масштабном проекте», отметил значимость международной выставки Аким Алматинской области Амандык Баталов на встрече. «В Алматинской области есть все возможности Ахмедонской области. В этом году у нас прирост на 37% объема промышленной продукции, несмотря на кризис. Я про сельскохозяйство вам говорил, что очень хорошие результаты в этом году, благодаря, конечно, работе наших сельхозпроизводителей, руководителей промышленных предприятий. И я думаю, что мы достойно представим себя на Ахмедонской области и вся продукция, которую, я думаю, мне разрешат мои руководители предприятий, организаций, которые находятся на Алматинской области, заверить от их имени о том, что продукция будет качественная и все графики поставки будут соблюдаться в срок, а может быть в некоторых моментах и с опережением, когда это необходимо. Будущее бизнес-партнерство с потенциальными поставщиками генеральные подрядчики Экспо закрепили в меморандумах о сотрудничестве с товаропроизводителями и национальными парками области было подписано 11 договоров. Международные специализированные выставки Экспо, которые пройдет в 2017 году, примут участие 100 стран. Более 20 международных организаций и компаний, лидеров инновационных технологий. В целом ожидается более 2 миллионов посетителей и порядка 5 миллионов посещений. В числе них будут и товаропроизводители Алматинской области. Необходимые документы уже подписаны. Субботние ярмарки продолжают радовать жителей и гостей областного центра. Сегодня сельхозтоваропроизводители из шести регионов области привезли в Талдыкурган в общей сложности почти 220 тонн разнообразной продукции. По традиции за ценами на ярмарки наблюдала специально созданная комиссия. Наш корреспондент продолжит. На каждом прилавке изобилие. 77 видов продукции самого лучшего качества представили производители из разных регионов области. Как всегда повышенный спрос на кугалинский картофель, рыбу из Алакольского района, лепсинский мед. В лед уходит и мясо. Здесь его продают в среднем по 1050 тенге за килограмм. При рыночной цене – 1200. Хорошо бы было, если каждую субботу такую ярмарку устраивали. Сегодня мясо покупаем, картошку, морковку, капусту. С разных районов, конечно, попробуем. И цены нормальные устраивает. Спасибо. Я думаю, что ярмарка – это замечательное дело для народа, для городских жителей. Да и Алдом. Это, наверное, тоже очень удобно реализовать свою продукцию. Купили мясо и овощи. Цены нормальные, доступные. Высоким спросом на ярмарки пользуется и молочная продукция. Причем здесь есть большой выбор товаров, как производства местных предприятий, так и домашнего приготовления. По сниженным ценам разбирают покупатели и сезонные овощи-фрукты. Сегодня ярмарка проходит по плану в Талдокургане, в Алматы и в городе Капщигай. Общий вес привезенной сюда продукции – 219 тонн на общую сумму – 77 миллионов тенге. Мясной продукции – 46 тонн, 26 тонн молочные, овощи – 38 тонн, фрукты – 46 тонн. Цены постоянно проверяем. Здесь они ниже на 15-20%, чем на базаре. Покупатели довольны, жалоб не поступало. Сельхозярмарки, как один из действенных методов контроля за ценами, будут продолжаться до конца осени. В следующий раз такая торговля пройдет в Талдокургане, Капщигай и Алматы 31 октября и 7 ноября. Дина Буранбаева, Мадиба Ибусынов, телеканал ЖТСУ. Интенсивное строительство и расширение города подразумевает и увеличение числа объектов общепита. Талдокурганский предприниматель Калкабай Мусанов решил осваивать восточную часть областного центра. Именно здесь он и открыл новый ресторан «Зангар». Здесь продумана каждая деталь. Большой зал способен вместить одновременно 350 посетителей. Работники нового ресторана готовы предложить каждому посетителю гастрономический праздник. Интерьер выполнен в национальном стиле. Но подавать здесь будут не только национальные блюда. Повара готовы выполнить любой заказ. Новое заведение трудоустроило 20 человек. В будущем число рабочих мест владелец ресторана намерен увеличивать. Строить здание ресторана мы начали в апреле прошлого года. Запустили пока первый зал. Рассчитан на 350 человек. На втором этаже будет еще один зал. Вместимость 150 человек. Сейчас там завершаются строительные работы. Планируем трудоустроить еще 10 человек. Первый фитнес-центр открылся в поселке Йенбе города Талдукурган. Небольшой клуб расположился в здании Дома культуры, где не только местная молодежь, но и мальчики и девочки из соседних сел смогут каждый день заниматься физической культурой. Вся необходимая техника, как уверяют организаторы, новая и современная. К слову, инициаторами открытия фитнес-центра стали Акимат города Талдукурган и Центр молодежной политики. Стоит отметить, для тех, кому спорт неотъемлем и спутник жизни, вход абсолютно бесплатный. Уже сегодня, в день открытия, борцов за здоровый образ жизни было немало. Организаторы надеются, что желающих заниматься в этом центре будет намного больше и не только среди молодежи. Фитнес-зал будет работать каждый день по два часа. Наша основная цель, в первую очередь, сделать условия для активного образа жизни местной молодежи. Здесь работает и тренер по фитнесу. Приглашаем всех в фитнес-клуб для поддержания здорового образа жизни. В Астане в Ледовом дворце Аллау стартовал чемпионат Казахстана по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования будут проходить в течение четырех дней. 150 спортсменов из восьми регионов страны в течение трех недель тренировались на сборах в Астане, чтобы к первому старту сезона быть в хорошей форме. По итогам чемпионата будут сформированы сборные команды, которые представят Казахстан на международных соревнованиях и юниорских турнирах. Сегодня после парада открытия стартовали забеги. Завтра на лед выйдут сильнейшие, в том числе лидеры национальной сборной, чемпион мира 2013 года Денис Кузин и бронзовый призер этапа Кубка мира Екатерина Айдова. Особенностью данного чемпионата является включение в официальную программу новых дисциплин. Впервые в истории казахстанского конькобежного спорта будет проведен командный спринт. Это зрелищный и динамичный вид программы, разработанный Международной Федерацией конькобежного спорта для привлечения внимания зрительской аудитории. 20 медалей, 7 из которых золотые, привезли казахстанцы с чемпионата мира по армрестлингу, который проходил в Малайзии. Ежегодно наши спортсмены входят в тройку лучших, и в этот раз они заняли почетное второе место в общекомандном зачете. Всего в соревнованиях приняли участие представители 48 стран. На 37-м по счету чемпионате мира по армрестлингу казахстанцы уступили лишь арсиянам. В копилке наших спортсменов 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград. По словам президента Федерации Марата Асаинова, Казахстан давно утвердился в этом виде спорта. Нужно отметить, что борьба на руках не признает возрастных границ. Золотые медали для Казахстана добывают как юниоры, так и атлеты, которым за 60. В 75 лет исполнилось легендарному и талантливому футболисту всех времен и народов – бразильцу Пиле. 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городке Треско-Рассоинс родился Эдсон Арантис Дунасименту, которому будет суждено покорить футбольный мир под прозвищем Пиле. В последнее время появилась информация, что великий бразилец может баллотироваться на пост президента FIFA. Но Пиле заявил, что у него нет намерений выдвигать свою кандидатуру. Пиле является единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира. Свой юбилейный тысячный гол он забил 19 ноября 1969 года с пенальти у матча Сантоса против Васко-Дагама. Всего же за карьеру великий бразилец забил 1289 голов в 1363 играх. С юбилеем король, говорят сегодня ему его преданные поклонники. Обзор новостей спорта подготовила Лилиана Штогрина по информации интернет-ресурсов. Грандиозное торжество в честь 200-летия великого предка Сумбая Аронула, стартовавшее в эти дни на малой родине Акына-импровизатора в Жамбулском районе, по традиции завершилось большими конно-спортивными состязаниями. Организаторы разыграли солидный призовой фонд. Всем победителям скачек вручили ключи от новых автомобилей. Жамбулский район испокон веков славится своими именитыми земляками. Благодатный край великих Акынов и Батыров в эти дни по доброй казахской традиции с большим гостеприимством встречал всех участников грандиозного торжества. Дань памяти легендарного предка Сумбая Аронула был дан поминальный ас. Для гостей, собравшихся из разных уголков республики, развернут целый этно-аул из белоснежных юрт. Среди почетных гостей мэтры казахской литературы, представителям творческой интеллигенции, преподнесли самый весомый подарок – четырехтомную энциклопедию о жизни и творчестве Сумбая. Сумбай – наш легендарный предок. Как отметил сам президент, они потомки Великой Степи. В свое время наши предки боролись за нашу свободу. Благодаря их подвигу сегодня мы живем в такой независимой, процветающей стране. У нас есть все возможности праздновать такой грандиозный юбилей. По итогам девяти месяцев социально-экономического развития рост наблюдается почти во всех сферах. Активно развивается сельское хозяйство, промышленность. И все это дает нам возможность праздновать юбилеи Акана на таком большом уровне. И главное, все это делается для подрастающего поколения. Они должны помнить историю, чтить своих предков. Самых сильнейших наездников из разных уголков страны собрало конно-спортивное мероприятие Байге. Мастера верховой езды соревновались в нескольких состязаниях. После упорной борьбы владельцами новеньких автомобилей стали четыре победителя. К примеру, в Кунан-Байге самым первым пришел скакун Улана-Омарова из Жамбылского района. Стоп-Байге обошел всех и первым оказался на финише конь по кличке Беркут. Семи коневодов Жанкуй-Лыковых из Карасайского района. Лучшим в Жоргажарыс признан скакун Аслабутабаева из села Манбаев. Главный же приз самого захватывающего 25-километрового тура Аламан заслуженно завоевал владелец быстроходного скакуна по кличке Таскан из Карасайского района. Это для нас очень важная победа. Байге прошел на высоком уровне. Всех поздравляю с этим грандиозным юбилеем. Впрочем, в этот день обладателей ценных призов было немало. Помимо Байге, желающие могли участвовать и в других национальных играх, как КФКУ и Аудраспах, Лжанадельханова, Алмасаду Лакас, телеканал ЖТСУ и Жамбылского района. В селе Каракистак Жамбылского района появился парк отдыха, в центре которого установлен памятник величайшему сыну казахского народа Сумбаю Аронала. Такое значимое событие посвящено 200-летию со дня рождения непревзойденного мастера Айтыса Акэна-импровизатора. Праздничные мероприятия жителями региона разделили министр культуры и спорта Республики Казахстан Арстанбек Мухаммедеула, депутат мажориста парламента Серикумбетов и Аким Алматинской области Амандык Баталов. Также на празднование 200-летия прибыла и делегация из Турции. Развернутый материал смотрите завтра в программе АПТА в 21.30. Такой была информационная картина сегодняшнего дня. Я желаю вам удачи и только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова